здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала я ольга красикова рада вас приветствовать на своем канале плетем вместе со просчета который я сейчас расскажу объясню для меня был открытием видео мастера который это этот способ расчета предложил в группе плетеные изделия в новосибирске я публиковала это видео делилась им в своем сообществе вконтакте то есть в сообществе плетем вместе вступайте я туда отправляю видео которые нахожу интересные в интернете скрины из пинтерест очень много там я уже давно делилась этим видео ссылочку на это видео я обязательно оставлю в описании под видео мастеру который предложил этот расчет надо поставить памятник спасибо огромное вот смотрите что подразумевает это видео вот две шкатулочки сплетены одинаковым узором то есть раппорту этого узора то есть они сплетены ситцем раппорту этого узора три перед два за один перед один за то есть на семи трубочках что здесь этот узор сплетен что здесь секрет в том что здесь 33 трубочки а здесь 32 трубочки здесь я плела сразу четырьмя трубочками узор а здесь я начала плести вот он у меня сошелся я пробовала я плела пятью и как рассчитать количество вот этих рабочих трубочек которые нужно взять чтобы узор сошелся когда я публиковала вот этот узор я искренне считала так как в этом видео количество стоечек на этот узор должно быть кратно ступенькам ну у меня здесь 55 ступенек кратно пяти здесь в этом узоре для того чтобы я с его состыковала у нас же ситец плетется 2 количество стоечек плюс минус один то есть плюс минус один дает что сдвиг узора то есть если бы не было плюс или минус один то есть сдвиг узора в одну сторону или в другую сторону если бы не было этого сдвига нас узор бы был друг над другом он не сдвигался мы бы не смогли плести ситиц поэтому на четном числе стоечек мы плетем ситиц с двумя сразу потому что иначе он не сойдется надо нечетное количество стоечек если как же нам посчитать сколько трубочек и как же нам сплести этот узор у нее был другой вопрос когда она это видео снимала как как она пришла к этому способу расчета она ей задали две шкатулки разных размеров то есть одна побольше другая поменьше но одинаковым рисунком и когда вот она пыталась рассчитать стойки на то и на другую шкатулку чтобы узор сошелся она пришла к вот этому выводу все очень просто я еще немножко поинтригую смотрите вот этим способом этот же узор но здесь вот зигзагом а этот выполнен без зигзага пока то есть три перед две за он сошелся по кругу на 32 стойках я плела сразу двумя трубочками на тридцати двух стойках а здесь для того чтобы сдвинуть узор и он у меня не пошел друг над дружкой я в одном ряду делала не три перед два за а4 то есть на ну прибавляла 4 перед 2 за и пошел сдвиг а когда шла в обратную сторону чтобы получился зигзаг я делала две перед две за и пошел опять узор 3 перед 3 за то есть три перед 2 за то есть вот так вот я сдвинул узор но можно было гораздо проще это все сделать также я пробовала испробовала этот способ не только вот на 32 на 33 на 24 вот стойках я пробовала разбирала я этот узор плела шкатулки этим узором в эфире для спонс в эфирах для спонсоров записи эфиров будут доступны для спонсоров моего канала уровня плетения изделий то есть если вам нужно более подробно посмотреть как плелись эти шкатулки более подробное объяснение становитесь спонсора моего канала и смотрите запись эфиров а сейчас я приглашаю вас посмотреть видео нарезку из этих эфиров которые проходили в ноябре месяце 2020 года рапорт 5 стоек до на пяти стойках мы можем взять три перед 2 за как на том мы так и возьмем три перед 2 за то есть вот этот вот узор который у меня уже был вот этот вот зигзаг где я плела вот мы сейчас его и разберем получится или не получится три перед 2 за так значит у нас 32 стойки мы делим на 5 у нас получается 6 это будет 32 в остатке значит то что получается в остатке это плетется сразу двумя трубочками узор то есть я плела одной трубочкой и мне приходилось в одном месте или 4 брать или 2 еще раз я повторяю теперь возьмем этот же узор 32 стойки то есть не кратная 5 как я говорила там у меня 40 было кратное 5 как раз без остатка делится не буду здесь делать пока никакие зигзаги чтобы было просто спас спиральное плетение и 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 вот получается она вышла 3 перед вреза вот она стоечка вот она стоит . то есть идут дальше выходят по линии сейчас три перед раз два три перед вреза 3 перед сошлось обалдеть закрываем наверное я заложу еще одну трубочку здесь я уже наметила наверное не здесь наметила вот надо наметить вот это же первое будет я рядом рядом вот эту вот замечу потому что я за нее заложу и и четвертую четырьмя трубочками сразу то есть один удар и сразу четыре ряда так это вот мой значит рапорт 3пи и 1 перед 2 за так 3 перед допустим 3 перед перед это у нас 6 и получается 1 за 1 2 3 4 5 6 7 все то есть мы плетем еще раз 3 перед 1 2 3 2 за чтобы разделить чтобы разделить 1 за 1 и 1 перед ну вернее 1 перед 1 за такой будет узор 3 перед 2 за 1 за 1 перед ну в смысле 1 перед 1 за что это я все время то есть одна вот это вот она тоже должна по диагонали по повторять то есть одна диагональ будет широкая 4 2 3 раз два три потом будет вниз внутрь 2 за и 1 вот они вот так тоже по диагонали то есть одна из за одной вышла из за другой за 3 за 4 так ну что плетём 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 сейчас еще теперь на 33 значит у меня здесь получается 33 стойки 33 стойки вот здесь я делю на 7 но тот же самый рапорт то есть три перед 2 за и один перед 1 за 3 перед 2 за один перед 1 за 3 и 2 5 6 7 7 стоек рапорт то есть вот у нас так получилось значит я свои стойки которым не есть делю на 7 получается 20 но 428 2 и 35 в остатке 5 то есть плести надо пятью трубочками сразу так как очень много здесь я одну трубочек сразу с одной стороны будет я получается 3 здесь поменяют цвет буду плести ими и 2 заложу с той стороны посмотрим что получится и вторая часть этого узора один перед один за один перед один за 1 перед один за так это проплели им теперь первую часть 3 перед 2 за и такой же узор как вот мы брали на 32 последний раз на 7 рапорт 7 стоечек точно такой же узор только на 33 потом поэтому надо плести пятью сразу заложила 3 отсюда 2 с другой стороны вот все просто я сейчас их согнала все и того у нас получается значит 24 стойки у меня сейчас 2 и 2 перед 2 за так 1 перед и 2 за это вот как раз два три 4 5 6 7 7 только здесь идет полоска 2 перед и 1 перед 2 за и 2 за то есть разделение должно быть нормально 724 на 724 разделить на 7 это у нас будет 4 3 21 остается вас рапорт будет 7 тремя трубочками 24 значит по моему рапорту по моему рисунку у меня идет еще раз 2 перед 2 за 1 перед 2 за 7 стоит получается значит провожу 2 перед 2 за 1 перед 2 за надеюсь теперь вам понятно после просмотра этого видео что больше не нужно заморачиваться сколько у вас стоечек и каким узором вам плести и сколько рабочих трубочек должно быть все очень просто доходчиво и проверено на многих примерах которые приведены в видео осталось только вам все это проверить на практике у себя спасибо вам за внимание подписывайтесь на мой канал становитесь спонсорами моего канала трансляции для спонсоров проходят два раза в неделю один раз в неделю про уходят эфиры по плетению какого-то изделия выбранного в этом месяце а по четвергам проходят трансляции для начинающих плетения где мы разбираем какой-нибудь вопрос вот это вот пасит мы разбирали в 4 19 ноября заходите в описании под видео там я оставляю множество ссылок и полезной информации до свидания оставляю множество ссылок и полезной информации до сих пор